Как же сломать языковой барьер для устной части на ЕГЭ? Это очень интересная тема, и в этом эпизоде нашего подкаста Better, где мы рассказываем про секреты и советы подготовки к ЕГЭ, поговорим об этом. Погнали! Реальный вопрос вот в чём. Как простые ребята, как мы, которые не обучались в суперкрутых языковых школах и родились без расположенности к языкам, могут выучить английский и сдать ЕГЭ на 90+. И это тема нашего сегодняшнего подкаста. Как же сломать языковой барьер? На самом деле, для того, чтобы это сделать, достаточно понимать одну простую истину. Наш английский становится лучше, когда мы практикуемся, практикуемся, практикуемся. Всё, на этом можно заканчивать, на самом деле, мой подкаст, потому что дальше всё будет базироваться на этой идее. Как практиковаться? Какие способы практики есть? И, собственно, я для себя выделила четыре основных способа. Может быть, вы знаете больше и можете поделиться ими в комментариях. Итак, первый способ — это найти себе носителя. И в нашем современном мире, в соцсетях и всего прочего, это сделать очень просто. Особенно я советую выбрать какое-нибудь шоу, мультик или манго, аниме или ещё что-то, что вас интересует, и поискать просто по хэштегам элементарно, какие носители английского языка интересуются этим. И, соответственно, так вы можете найти себе несколько человек, попытаться с ними немножко пообщаться, и через несколько дней, возможно, даже эти люди согласятся с вами созвониться. По крайней мере, так было со мной в одиннадцатом классе. Я интересовалась тогда одним шоу, и, собственно, пройдя по различным хэштегам, порывшись в соцсетях, у меня получилось найти девушку из Австралии, которая спустя пару дней согласилась со мной начать созваниваться, и, собственно, несколько раз в неделю мы с ней созванивались, обсуждали самые различные вещи. Это было очень круто, это очень помогло мне подтянуть мой, собственно, язык. Но если вы не интересуетесь какими-то вот, соответственно, сериалами или ещё чем-то, то на самый худой конец вы просто можете попробовать сайты для знакомств, типа Tinder. Но мне кажется, что это не самый лучший вариант, потому что там очень много 18+, на этих сайтах, поэтому, так сказать, тут на ваше усмотрение. Второй вариант, как можно, соответственно, практиковаться, это разговаривать вслух с самой собой или с самим собой. Как это и во что это и зачем это вообще делать, да? Прежде чем вы сразу же откажетесь от этой идеи, просто попробуйте меня выслушать. Значит, смотрите, на самом деле, когда мы смотрим, например, на третье задание в устной части на ЕГЭ, что там надо делать? Описывать картинку. Какую картинку, как правило, надо описывать? Обычную. Обычная жизненная ситуация, там, мальчик на траве лежит или ещё что-то. И если вы будете просто брать периодически в жизни, начинать просто резко описывать, что вокруг вас, описывать различные детали, различные предметы, цвета и всё такое, то вы гораздо комфортнее себя будете чувствовать и на устной части, где вам надо делать абсолютно то же самое. Поэтому это очень классная идея на самом деле. И это тоже помогает улучшить ваш английский. Минус в том, что никто вам не будет давать фидбэк, поэтому, как один из вариантов, вы можете себя даже записывать, когда вы это делаете, потом прослушивать и пытаться исправлять свои собственные ошибки. Вот. Но если нету возможности себя записывать именно, например, когда вы сидите в школе или ещё что-то, вполне нормально, даже если вы просто так посидите про себя, как-то порассуждаете шёпотом или ещё как-то, это уже поможет вам в практике, это уже поможет вам в настраивании вашего мозга на английский язык. Также, на самом деле, вы можете не только описывать какие-то предметы, вы можете элементарно даже ругаться на кого-то на английском, кто вас разозлил. Или просто рассуждать о жизни, какие-то ваши мысли философские брать и пытаться перевести на английский. Тоже шикарный вариант. Если говорить про следующую, как бы, про следующую возможность в практике, это непосредственно очень интересная такая история. Взять брата, сестру или подругу или друга, затащить их в какую-нибудь шумную среду и попытаться им там поописывать картинки или, соответственно, повыполнять там задание четвёртое, например, где нужно сравнивать две фотографии и просто заставить их слушать. Вот. Значит, в чём суть этого вообще упражнения? Дело в том, что на самом ЕГЭ, когда вы приходите, очень шумно, там параллельно с вами будут говорить несколько человек, вероятнее всего. И для того, чтобы подготовить себя морально вот к этой шумной среде, нужно практиковаться в шумных средах. В средах? В средах. В шумных местах. Вот. И, значит, один из вариантов, например, как я готовилась, я брала свою подругу, которая тоже владеет английским, и таскала её в Starbucks, оплачивала ей кофе и заставляла её слушать, как я описываю те или иные картинки. Она мне давала определённый фидбэк, то есть она мне порой поправляла какие-то ошибки, обращала внимание, что, возможно, я немножко не так сделала. Но если даже ваш друг не может обращать внимание на ваши ошибки, а просто готов посидеть и послушать, как вы что-то описываете, это уже тоже довольно-таки круто, поэтому рекомендую. И не обязательно, на самом деле, даже в Starbucks ходить. Достаточно сесть, например, у телевизора или у компьютера, включить какую-нибудь громкую музыку и попытаться, несмотря на шум, выполнить задание. Это тоже, в принципе, очень полезно. Вот. Ну и последний вариант того, как можно практиковаться, это вести аудиодневник. Да, просто брать, например, телефон, диктофон или ещё что-то, и как вы пишете свои дневники, например, и как бы фиксируете какие-то мысли там, можно также фиксировать их на аудио. И на самом деле, в принципе, введение дневника – это очень полезная штука для развития своего языка. То есть если вы пишете дневник, то вы развиваете свои письменные навыки. Если вы ведёте аудиодневник, вы развиваете навыки узной речи. Так что это очень классная тема, рекомендую. Ну и, собственно, это все варианты, которые мне пришли в голову. Если у вас ещё есть какие-то идеи, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока.